Всем привет! Вы смотрите программу Stories на Atomicen Business Channel. Меня зовут Анастасия Тарасова, а наша передача об интересных творческих активных людях, которых мы застигаем в конкретную единицу времени, в конкретной точке пространства и рассказываем, какие они есть на самом деле. Место, куда мы отправляемся сегодня, это пространство Трансформа. Именно здесь 13 и 27 апреля состоится премьера проекта «Белый кролик. Красный кролик». Только представьте, прямо перед спектаклем, перед зрителями, актер получает запечатанный конверт. В нем сценарий, который он видит первый раз в жизни. И далее он следует тексту пьесы и инструкциям, которые указаны в этом конверте. Белый кролик, красный кролик, белый кролик, красный кролик, белый кролик, красный кролик. Привет, Аня! Привет, Настя! Как дела? Все хорошо. В том спектакле. Готовимся, да? Готовимся. Классные программки у вас, очень стильные. Есть возможность поболтать? Да, конечно. Присядем? Доброе утро, дорогие друзья! Хочу представить нашего сегодняшнего героя. Это Анна Суворова, арт-менеджер пространства Трансформа. Аня, я знаю, что у вас в апреле и в мае здесь вот в Трансформе будет очень интересный проект. Называется «Белый кролик, красный кролик». Вот. Расскажи, пожалуйста, откуда он пришел сюда, как он здесь появится. Вообще, на самом деле, эта пьеса принадлежит иранскому писателю Насиму Сулейманпуру, который по личным убеждениям не прошел службу в Иране и у него отобрали паспорт. Собственно, поэтому он не может путешествовать по миру. Он написал свою пьесу, и пьеса путешествует по миру песни его. Ух ты! Да, то есть эта пьеса объездила уже более 20 стран, переведена на очень много языков, тоже на больше, чем 20 языков. Ее играли известные голлиутские актеры, такие как Вупи Голдберг, Патрик Уилсон. И теперь, наконец-то, она приехала к нам в Казахстан, эта пьеса. И у нас будет 4 показа, 2 показа в апреле и 2 показа в мае. Ну вот, я знаю, что у самого представления очень такой, как бы, необычный подход. Все время меняются исполнители. Исполнитель не знаком с текстом и узнает текст пьесы только перед самим представлением. Вот можешь рассказать о механизме, как это работает. Да, вот на самом деле ни сам зритель, ни сам, ни зритель, ни актер не будет до конца знать, что будет происходить на сцене, потому что такова задумка самого писателя. За 48 часов до спектакля актеру будет высланы некие инструкции. Это не будет сценарий, это будут именно инструкции по спектаклю, по ходу спектакля. Сам же текст, сам сценарий актер получит только на сцене перед зрителями. И здесь очень интересно то, что сам зритель, он тоже становится действующим лицом этого спектакля. Никто не знает, кто конкретные зрители. Будет это, да, потому что это тоже будет выяснено только в ходе спектакля и того текста, который будет предоставлен самим автором этого, ну, этой пьесы. Вот, собственно, для актера, наверное, и для зрителя это какой-то некий эксперимент даже больше, чем спектакль. Я знаю, что уже известны два исполнителя, которые будут представлять эту пьесу в апреле. В апреле у нас будет 13-го числа представлять эту пьесу Азиз Бишиналиев, известный актер театра кино. А 27 апреля на нашей площадке выступит Галина Пьянова, чему мы очень сильно рады. Ну вот, расскажи, как реагируют вот казахстанские актеры, которых вы привлекаете в проект, ну, на такую, скажем, авантюру, потому что это очень интересно. На самом деле, да, на самом деле это всегда очень выглядит поначалу очень пугающе, сомнительно, потому что, когда мы говорим, что там будут какие-то инструкции о том, что от этих инструкций нельзя будет отходить, что, да, возможно, импровизация, но эта импровизация как бы тоже оговаривается в этих инструкциях. Конечно, изначально у всех такая реакция немного сомневающегося. Ну, сомневающегося человека это нормально, потому что никто не может знать, что в этих инструкциях описано. Но когда по ходу дела мы объясняем то, что эту пьесу может единственный раз сыграть один актер, и если он уже посмотрит эту пьесу, он уже никогда не сможет играть в этом спектакле, то это все равно как-то, мне кажется, привлекает, и, ну, мне кажется, такой шанс, он есть единственный раз, и его нельзя упускать. Поэтому, мне кажется, это главная такая вот идея. Ну, хорошо, актеры, конечно, такие безбашенные ребята, очень многие готовы из нас идти в какие-то рисковые проекты. А что касается зрителей, которые вот узнают о каком-то новом спектакле, об этом, там читают описание, и вот расскажи о, не знаю, работе с аудиторией, потому что все равно формат достаточно такой экспериментальный для Алматы, для Казахстана. Касаемо зрителей, если честно, очень многие зрители говорят о том, что, о, да, это круто, это интересно, мы придем. Но как только они узнают о том, что они тоже будут взаимодействовать с актером, многие пугаются на самом деле, потому что мы, ну, мы объясняем и рассказываем то, что там ничего не будет такого, как бы, мы не знаем на самом деле, о чем пьеса, но мы понимаем то, что там не будет каких-то таких вещей для человека, ну, опасных, опасных, да. То есть, ну, многие зрители здесь, общаясь с нами, говорят о том, что они не готовы идти в контакт с актером, что они просто хотят прийти на спектакль, просто посмотреть спектакль и просто уйти. Спрашивают, а можно ли не взаимодействовать с актером, но мы говорим о том, что мы не знаем, кто конкретно, потому что это все только зависит от текста, которого мы точно так же не знаем, как и зритель и актер. Вот. И на самом деле многие вот пугаются этого момента взаимодействия со зрителем, и то, что кого-то попросят выйти на сцену, что-то сказать, что-то сделать, такая, как бы, двоякая ситуация. А кто-то, наоборот, говорит о том, что, о, круто, я тоже хочу, и я приду, и я за. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вообще вот за свое время работы вот в этом месте, в пространстве трансформа, что-то можешь сказать, вот уже прошло, ну, прошел какой-то такой определенный период и количество спектаклей, которые здесь было представлено, самых разных, на что отзываются люди, что привлекает зрителя вот в такой формат театра, что не совсем, ну, вот просто какой-то твой взгляд, такое, не знаю, мини-исследование за время, проведенное здесь, что хотелось бы развивать? Ну, у нас вообще достаточно новая площадка, и мы, как бы, еще до сих пор исследуем свою аудиторию. Сейчас мы понимаем то, что наша аудитория это от 25 и выше, и старше, да, но мы все-таки больше хотели бы привлечь к себе более молодую аудиторию, студенческую аудиторию, которая, к сожалению, пока в нашем пространстве не так много, вот. И сейчас, на данный момент, у нас появляется очень много интересных музыкальных проектов, конкретно связанных с электронной, акустической музыкой, вот, на которые постепенно привлекаются как раз-таки более молодая аудитория, которая, которой нравится новая альтернативная музыка, и они приходят к нам вот получить вот эти эмоции, наверное, которых, может быть, на других площадках они не получают. На самом деле, мы еще не до конца поняли, каким образом привлекать эту аудиторию, потому что порой это зависит вообще от независимых нас факторов, потому что какие-то мероприятия в городе совпадают, какие-то, не знаю, даже погодные условия могут повлиять на то, что человек тебе в театр не придет. Вот, допустим, многие бронируют билеты, но потом, к сожалению, из-за того, что пошел дождь, не приходят. Это очень в Алматинке вообще. А вот я знаю, что на вашей площадке буквально неделю назад состоялся форум молодых арт-менеджеров, который инициировали студенты. Студенты консерватории. Скажи, какими вообще тут выводами, идеями делились ребята, потому что вот именно такое арт-менеджерское движение в Алмате, оно сейчас набирает обороты, и как бы вы, как такая точка концентрации разных проектов, разных экспериментальных, музыкальных, театральных проектов, вот со стороны арт-менеджеров, какие были идеи озвучены здесь, вот что запомнилось, как ты вообще можешь охарактеризовать вот молодое поколение ребят, которые начинают заниматься культурными проектами в Алмате? На самом деле здесь собрались не только арт-менеджеры, студенты, но нас очень удивило то, что сюда пришли и геологи, и биологи, ну то есть вообще студенты разных профессий, разных специальностей, которых очень сильно привлекает профессия арт-менеджера, и они очень хотели быть вот включены вот весь в этот процесс, и сюда пришли в основном послушать спикеров, ну ребята, потому что спикеры, Наргиша Кенова рассказывала, допустим, про фестиваль Клик, кинофестиваль, и для арт-менеджеров очень важно именно погрузиться вот в этот опыт человека, через какие ошибки он прошел, там, не знаю, с какими проблемами он столкнулся во время вот создания своего проекта, и здесь в основном менеджеры задавали такие вопросы, с которыми они могли бы столкнуться, создавая свой проект. И мне кажется, то, что девчонки вот с консерватории, студентки, они сделали очень-очень хорошее дело, то, что они в первую очередь познакомили друг с другом арт-менеджеров, потому что, ну, на самом деле мы друг друга не знаем, мы учимся через забор друг от друга, консерватории и Журденева, но мы не знаем друг друга, и это очень-очень классно, то, что люди на такой площадке друг с другом знакомятся, вот. Ну, и было очень приятно то, что студенты других специальностей тоже приходят к нам узнать, что такое арт-менеджмент, и, возможно, в дальнейшем будущем мы будем делать совместные проекты. Ну, и вот, наверное, такой последний вопрос. Все-таки уже театральный сезон близится к своему завершению, апрель, май, июнь, ну, как бы такая последняя его часть на носу. Скажи, пожалуйста, какие планы у «Трансформы» на финал театрального сезона? Будете ли вы работать летом, или также закроетесь на каникулы, как классически закрываются там все театры? Мы на самом деле сейчас думаем. У нас как бы есть еще немножечко времени для того, чтобы этот момент весь обсудить, но даже сейчас, в конце сезона, вот у нас появляются такие интересные проекты. Тот же «Белый кролик», «Красный кролик» у нас еще будет 20... Нет, не буду говорить, как у нас числа. Также у нас в этом месяце будет премьера спектакля, называется «Second Hand». Это тоже новый-новый абсолютно проект, и он у нас стартует в 20-х числах. Это театр танца «Сандук»? Да. Пластический спектакль. Хорошо. Спасибо тебе большое за эту беседу. Я уверена, что люди, которые придут сюда на «Трансформу», на тот или иной спектакль или концерт, обязательно откроют для себя что-то интересное. Спектакль «Белый кролик», «Красный кролик» — это тщательно выверенная театральная провокация, которая разрушает все стены между аудиторией и сценой. 28 языков, 49 стран, без репетиций, без режиссеров. Такой театральный эксперимент в Алматы состоится впервые. Так что не пропустите премьеру. Вы смотрели программу «Сторис» на Атомикен Бизнес Ченнел, передачу об интересных творческих людях, которых мы застигаем в конкретную единицу времени, в конкретные точки пространства и рассказываем, какие они есть на самом деле. До встречи через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова